Временно исполняющий обязанности Губернатора Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, жители Тульской области. Сегодня на этой торжественной церемонии присутствуют те, кто своим достижением вносит неоценимый вклад в развитие Тульского региона и всей страны. Те, кто является образцом усердия, трудолюбия и целеустремленности. Самое главное богатство нашей земли – человек труда. Именно так, с искренним уважением, мы можем назвать тех, кто собрался сегодня в этом историческом замечательном месте. В зале, который помнит многие славные имена наших земляков, свой талант, мастерство и упорство, вы с успехом реализуете в производстве и ратной службе, в медицине и образовании, в культуре, искусстве и спорте. И сегодня мы чествуем вас, людей, заслуживших высокое общественное признание своим честным и созидательным трудом. В первую очередь, я выжираю искреннюю благодарность работникам нашего военно-промышленного комплекса. Тульская земля славится традициями оружейного дела. Я рад приветствовать достойных наследников легендарных тульских мастеров. Это Валерий Ильич Кайнов, токарь Открытого акционированного общества «Тулу Тучмаш» и Владислав Николаевич Куприянов, токарь научно-производственного объединения «Сплав». Ваша трудовая доблесть отмечена высокой государственной наградой Орденом Дружбы. Большой вклад в развитие оборонного производства внесла Лидия Юрьевна Воронкова, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Уже 38 лет она трудится на предприятии. Еще раз благодарю вас. Трудно переоценить ваш вклад в оборонную мощь нашей страны. Самоотверждение исполнения воинского долга, доблесть и отвага – главные черты наших военнослужащих. Тех, кто днем и ночью стоит на защите национальных интересов России, мирного неба над главой. И в первых рядах начальник оперативного отделения штаба 106-й гвардейской воздушно-десантной тульской дивизии гвардии полковник Роман Валентинович Муравьев. За самоотверженные и решительные действия при выполнении специальных заданий Роман Валентинович удостоен медали чести и мужества. Именно такие военнослужащие составляют гордость наших вооруженных сил. Сегодня региональные награды вручаются тем, чья активная жизненная позиция в сочетании с упорным трудом, целеустремленностью привели к заслуженному успеху. Это генеральный директор общества с ограниченной ответственностью ШАР Игорь Алексеевич Золотов и генеральный директор ЗАО независимой оценки РИЗОН, руководитель Тульской общественной организации, профсоюз работников инновационных и малых предприятий Владимир Иванович Кузнецов. Предпринимательство, малый и средний бизнес не просто несет в себе огромный потенциал, это одна из главных точек роста Тульской области и одна из основ пресветания всей России. И, конечно, мне особенно приятно сегодня говорить о представителях таких важных сфер в нашей жизни, как медицина и образование. Без вас невозможно представить само существование человека, общества и всей страны в целом. Люди в белых халатах для каждого из нас на всю жизнь остаются символом любви и заботы. Вам свойственны истинный гуманизм и милосердие, а не редко и самопожертвование. Ваша верность клятвию Гиппократа, своему профессиональному долгу, заслуживает самого глубокого уважения. Давать знания, закладывать нравственные основы, прививать любовь к родине и верность традициями – все это ежедневная кропотливая работа учителя, воспитателя, наставника. Сегодня среди награжденных представителей тренерского корпуса, воспитавшей многих чемпионов, это Татьяна Николаевна Макарова, победитель и призер национальных и международных соревнований. Вот уже более 10 лет Татьяна Николаевна сама является тренером по велосипедному спорту. 27 лет посвятила работе тренера по лёгкой атлетике Вячеслав Николаевич Маринов, заслуженный тренер РСФСР. Их воспитанники успешно выступают на общественно-российских, европейских и международных соревнованиях, прославляя нашу область и страну. Отдельно хочу отметить наших спортсменов, мастеров спорта международного класса, чемпионку Всемирной универсиады, первенства мира и Европы Екатерину Андреевну Рейнджину и двукратную чемпионку России, победителя первенства мира и Европы Татьяну Васильевну Киселёву. Сегодня их достижения отмечены высокими региональными наградами. Дорогие друзья, я благодарю всех вас за огромный труд, за высокую ответственность при исполнении профессионального и гражданского долга, за то, что вы создаёте золотой фонд успехов и достижений Тульской области и всей страны в целом, передаёте богатый опыт нашему молодому поколению. Давайте приступим к награждению. За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи Орденом Дружбы награждены Кайнов Валерий Ильич, токарь Открытого Акционерного Общества Тула Точмаш. Куприянов Владислав Николаевич, токарь-расточник научно-производственного объединения «Сплав». Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награждены Алёхин Вячеслав Александрович, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов научно-производственного объединения «Стрела». Кислицын Вадим Юрьевич, начальник сектора научно-производственного объединения «Стрела». Курбатов Олег Геннадьевич, начальник цеха научно-производственного объединения «Сплав». Уважаемый Алексей Геннадьевич, уважаемые земляки, я хочу выступить с ответным словом. Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оценку моего труда. Слова благодарности нашему исполняющему обязанности губернатора Алексею Геннадьевичу Дюмину за то, что эта награда отмечает работу всех сотрудников нашего сплава по изготовлению новых образцов военной техники. Я могу вас заверить, что коллектив нашего объединения «Сплав» не подведет при выполнении государственного оборонного заказа. И мы можем сказать, что Тула была, есть и будет щитом государства российского. За заслуги в области металлургии и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено Захаренко Александру Ефремовичу, электромонтеру доменного цеха публичного акционерного общества «Тула Чермет». За заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено Мартыновой Надежде Васильевне, фрезеровщику открытого акционерного общества «Тула Дочмаш». За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента Российской Федерации объявлена Жабелеву Игорю Александровичу, кузнецу на молотых и прессах публичного акционерного общества «Тула Чермет». Митюшиной Ольге Ивановне, монтажнице радиоэлектронной аппаратуры и приборов открытого акционерного общества «Тула Дочмаш». За достижение значимых результатов в спорте, большой вклад в развитие физической культуры на территории Тульской области, золотой медалью за особый вклад в развитие Тульской области награждена Ренжина Екатерина Андреевна, спортсмен-инструктор специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Легкая атлетика». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день. Я вроде как готовилась, слово сказать. Хочу поблагодарить вас, Алексей Геннадьевич, за то, что вы достали меня такой наградой. Это, безусловно, приятно, что вы не забываете о спортсменах, о таком виде спорта, как легкая атлетика в частности. В следующий раз я буду знать, что можно выходить, вроде как, готовиться и читать отсюда. А пока я волнуюсь, конечно, извините. Легкая атлетика уже давно известна своими традициями быть лучшими и первыми. Хотелось бы, чтобы у нас был достойный легкотлетический манеж и стадион, чтобы дети, которые приходят заниматься, чтили эти традиции и чтобы у них было все самое лучшее. От лица спортсменов и от себя, в частности, хочу сказать, что мы будем достойно представлять наш Тульский край. Спасибо. С серебряной медалью за особый вклад в развитие Тульской области награждена Киселева Татьяна Васильевна, спортсмен-инструктор Школы Высшего Спортивного Мастерства. За самоотверженные и решительные действия при выполнении специальных заданий Медалью «Честь и мужество» награжден Муравьев Роман Валентинович, гвардии полковник, заместитель начальника штаба по оперативной работе 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. За выдающиеся заслуги перед Тульской областью, достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу, медалью «Трудовая доблесть 2-й степени» награждена Спасская Евгения Александровна, заместитель прокурора Тульской области. Медалью «Трудовая доблесть 3-й степени» награждены Оленичев Владимир Витальевич, главный дирижер Оркестра Народных Инструментов Тула Бармашова Татьяна Петровна, преподаватель по классу Домры Тульской областной детской музыкальной школы имени Райхеля. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Воронкова Лидия Юрьевна, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, акционерной компании «Туламашзавод». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемый Алексей Геннадьевич, спасибо за высокую оценку моего труда, но этот труд не только мой, но и всей нашей акционерной компании, всего коллектива. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Макарова Татьяна Николаевна, тренер-преподаватель Школы Высшего Спортивного Мастерства. АПЛОДИСМЕНТЫ Маринов Вячеслав Николаевич, тренер-преподаватель Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Лёгкая атлетика». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сива Кобыленко Светлана Михайловна, медицинская сестра Кимовской центральной районной больницы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Соколов Игорь Вячеславович, первый заместитель директора, главный инженер филиала «Тулэнерго» межрегиональной распределительной сетевой компании «Центра» и «Приволжье». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За благотворительную и общественную деятельность, медалью «За милосердие» награжден Смирнов Аркадий Яковлевич, член правления Тульской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи, благодарность губернатора Тульской области, объявлено Буриковой Елене Владимировне, медсестре психоневрологического филиала Адоевского дома-интерната для престарелых и инвалидов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Золотову Игорю Алексеевичу, генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью ШАР. Золотову Игорю Алексеевичу, генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью ШАР. В этом году, в юбилейном году, нашей семейной кампании исполняется 25 лет. И мне хотелось бы эту награду отнести не только к себе, на свой счет, но и, безусловно, тем людям, которые рядом со мной все эти многие годы. Это, прежде всего, семья и сын и дочь, которые продолжают это дело. И, безусловно, коллектив, многие из которых работают более 10-15 лет вместе со мной, дружно, профессионально. Кроме этого, я выражаю надежду на то, что поддержка малого и среднего бизнеса в настоящий момент будет расширяться и углубляться со стороны государства. А малый и средний бизнес будет надежным помощником для решения всех программ правительства по развитию и процветанию нашей отчизны. Спасибо большое. Козловой Наталье Вячеславовне. Закройщице Ателье номер 3, индивидуального предпринимателя Просвирина. АПЛОДИСМЕНТЫ Кузнецову Владимиру Ивановичу. Руководителю Тульской общественной организации «Профсоюз работников инновационных и малых предприятий». АПЛОДИСМЕНТЫ Уваркину Юрию Алексеевичу. Скульптору, члену Союза художников России. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тяну Николаю Ивановичу, оператору лазерных установок акционерной компании «Туламашзавод». Уважаемые друзья, я сердечно поздравляю вас с заслуженными наградами. Вы являетесь лидерами в Тульской области. С лидеров берут пример, за ними стремятся. Вы ведете за собой не только молодежь, вы ведете наш народ. Поэтому вам здоровья, дальнейшего процветания, и чтобы у вас все было хорошо. Берегите себя. Поздравляю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пока не расходимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...